Мы привыкли к тому, что мир делится на большое и маленькое. Атомные ледоколы и парусные яхты, курьерские локомотивы, маневровые паровозы, бомбардировщики дальней авиации и пилотажные самолеты, карьерные самосвалы и легковые автомобили. А вот когда мы произносим слово «вертолет», то, как правило, возникает один образ. Небольшой маневренной машины, спасающей, стреляющей, доставляющей лыжников на вершину или бизнесменов на переговоры. А все дело в том, что по-настоящему больших вертолетов мало. А те, что есть, сделаны в СССР и в России. Вот такое уникальное явление, которое не только вызывает неизменный восторг, но и востребовано в мире. Сергей Сикорский, сын одного из основателей современной авиации Игоря Сикорского, утверждал, «История современной техники учит нас никогда не использовать превосходную степень». Но вертолет Ми-12 является в этом смысле исключением. Это вертолет действительно в превосходной степени. И сегодня о нем, о Ми-12 и о других вертолетах-гигантах в программе «Техногеника». Но начнем мы именно с В-12 или Ми-12, как с кульминацией темы. Ведь эта бесподобная машина, которая совершила свой первый полет в 67-м, а последний в 74-м, до сих пор остается самым большим вертолетом в мире. Его мощность и размеры могут позавидовать многие самолеты. Достаточно сказать, что диаметр только одного несущего винта 35 метров. Их два. И даже с учетом небольшого нахлёста, ширина вертолета вместе с винтами такая же, как размах крыла самой тяжелой модификации флагмана мировой пассажирской авиации, легендарного Боинга 747. А вот еще цифры. Длина фюзеляжа Ми-12 37 метров, высота 12,5. Максимальная скорость полета 260 км в час, а максимальная взлетная масса 105 тонн. Суммарная мощность четырех двигателей 26 тысяч лошадиных сил. Экипаж от 6 до 10 человек. Практический потолок 3,5 тысячи метров. Практическая дальность 500 километров. А вот с полезной нагрузкой интересно. Нормальная 20 тонн, максимальная 25, а рекордная 40 тысяч 200 килограмм. О необходимости такого вертолета в СССР заговорили в 50-х. Ведущим вертолетным конструктором тогда, безусловно, была фирма Миля. Именно Михаил Леонтьевич сделал вертолет в нашей стране массовым явлением. Однако темой больших винтокрылых машин тогда занимался и авиаконструктор Яковлев. Так что новое задание поначалу решили было отдать туда. Ведь у яковлевцев, встроивших самолеты, был опыт создания многовинтового вертолета. А то, что у будущего гиганта дело одним винтом не ограничится, мало кто сомневался. Сколько винтов нужно вертолету, чтобы летать? Этот вопрос напрямую связан с задачами, которые ставятся перед тем или иным летательным аппаратом. И вопрос не только грузоподъемности. Вот, например, наш квадрокоптер, который обеспечивает те воздушные планы с высоты птичьего полета, которые вам так нравятся, имеет четыре двигателя и четыре винта. Они обеспечивают ему удивительную стабильность в полете. Но традиционные вертолеты имеют, как правило, один винт или два винта на одной оси. Впрочем, многовинтовые машины встречались и встречаются в истории мировой авиации. Поль Корню впервые предложил продольную схему вертолета в 1907 году. Это значит, что винты там стоят один за другим в хвосте машины и в ее носовой части. По этой продольной схеме были реализованы несколько очень успешных вертолетов в мировой практике. В том числе и российский, вернее, советский Як-24, которые сделали за удивительно короткий срок, всего за 9 месяцев. И это вторая в мире успешная серийная машина, сделанная по такому принципу. Первый был вертолет «Летающий банан», прозванный за характерную форму американского конструктора Фрэнка Писецки. Но он поднимал всего лишь 907 килограмм, а Як-24 мог поднять уже 4 тонны. И вот тогда, в послевоенное время, и началось настоящее, практически повальное увлечение многовинтовыми схемами вертолетов. Як-24 впервые поднялся в небо в 52-м. И тут же возглавил список самых больших вертолетов мира. Да-да, для тогдашних винтокрылых машин грузоподъемность в 4 тонны, а максимальная в 6, при собственном весе в 10, были показателями невиданными. Да еще и длина фюзеляжа превышала 21 метр. В серию машина пошла после доводок в 55-м, а к 57-му вылечили детские болезни, прежде всего вибрацию. Но не стоит забывать, что для инженеров и конструкторов это была терра инкогнито. И когда основные проблемы удалось решить, Як-24 смог работать даже летающим краном, таскать груз на подвеске. Это тоже было впервые в мировой практике. Но с 61-го работы продолжаются уже в КБ «Миле», в подмосковных Люберцах, которые уже тогда стали вертолетной столицей страны. И в этом был смысл, ведь Як-24 к этому времени уступил пальму первенства вертолету Ми-6. И было от чего отталкиваться. По явлению самого большого в мире вертолета предшествовали серьезные дискуссии. Большинство из них проходили вне стен кабинета Михаила Леонтьевича «Миля». Они собирали до 450 человек. И эти дебаты в первую очередь касались компоновки будущего гиганта, не имеющего аналогов по размерам и грузоподъемности. «Миль» отстаивал поперечную схему. Но представители ВВС, Центрального аэрогидродинамического института имели свою точку зрения. Но в результате позиция «Миля» одержала верх. И вот тогда он сказал, «Эта машина будет лучшей из того, что мне удалось сделать». Возможно, скептиков пугала история Камовского винтокрыла К-22. Еще одна попытка создать огромную машину вертикального взлета. В августе 62-го во время одного из полетов экспериментальный винтокрыл разбился. Но ведь Камовский аппарат имел совсем иной принцип работы. В горизонтальном полете это был все-таки самолет. А вертолетные винты ему нужны были в основном для взлета и посадки. Так что при относительной внешней схожести вертолет поперечной схемы – это другой тип машины и лишен недостатков винтокрыла. Применимо к вертолету такая схема даже имеет ряд преимуществ. Просматривалось там до десятка разных вариантов, при которых просматривались одновинтовая схема, продольная схема и ряд других. Все эти схемы, они были забракованы по целому ряду обстоятельств, касающихся прежде всего эффективности несущего винта, взаимовлияния несущих винтов между собой и с фюзеляжем, ну и так далее. И наиболее перспективной оказалась по всем проработкам и расчетам как раз поперечная схема. Полностью, практически полностью исключено вредное взаимовлияние винтов одного на другой. Вот если сравнить, например, с продольной схемой, то вот задний винт, он на некоторых режимах требует, из-за взаимовлияния с передним винтом, увеличение потребной мощности, ну на десятки процентов. Здесь этого нет. То есть это максимальная эффективность, получается, несущих винтов для этого вертолета вот при поперечной схеме. Помимо этого, помимо этого, с точки зрения управляемости, с точки зрения, ну, динамики полета, ну и целого ряда других, так сказать, преимуществ, они вот, эта схема как раз вот при реализации вертолета по этой схеме, вот эту сумму вот этих преимуществ, так сказать, и удалось реализовать на практике. Безусловно, история знает примеры вертолётов поперечной схемы. Это и немецкий Focke-Wulf 61 1937 года, и советский Omega 1941. Но это были, во-первых, маленькие машины, а во-вторых, экспериментальные. Вертолёт поперечной схемы такого размера и рассчитанный на серийное производство до тех пор не делал никто. Если взять все решения, которые не имели до серии аналогов, и которые приходилось принимать создателям В-12, возможно, не хватит целой пачки обычных листов формата А4. Ну вот хотя бы наиболее яркие из них. Крыло. Безусловно, оно играло теоретически на руку создателям, ведь крыло обеспечивало в полёте дополнительную подъёмную силу. Но вместе с тем оно мешало работать винтам, которые эту самую силу обеспечивали в первую очередь. Затеняя, так сказать, то есть площадь крыла перекрывала воздушный поток, идущий от лопастей. Его было принято удивительное, не имеющее аналогов решений в мировой авиации. Крыло, в отличие от привычного нам самолётного, которое у фюзеляжа шире, чем на конце, имеет обратное сужение. То есть оно уже у фюзеляжа, чем на его оконечности. В процессе создания Ми-12 возникало довольно много вопросов, которые не находили однозначных ответов. Ну, не было опыта создания таких машин. И не было даже теории расчётов некоторых позиций. Ну, скажем, возникли жаркие споры, в какую сторону должны вращаться винты. Михаил Леонтьевич Миле и его сторонники утверждали. Нужна теория прасса, то есть винты должны вращаться от фюзеляжа. Другие утверждали, напротив, винты должны вращаться к фюзеляжу. И это назвали теорией бутерфляя. В результате Миле стоял на своём и оказался прав. Только практика это подтвердила. Даже с брошенной ручкой управления Ми-12 мог идти в стабильном горизонтальном полёте до 7 минут. В 1965 году вышло постановление правительства о строительстве опытного вертолёта В-12. Начало лётных испытаний наметили на лето 1967-го. И тогда же циклопический вертолёт должен был стать главной звездой авиационного парада в Москве. Но первый же отрыв от земли закончился происшествием. Машина тут же начала раскачиваться. Лётчик-испытатель Калашенко сумел посадить и спасти уникальный аппарат, но о дальнейших полётах не было и речи. Довольно быстро обнаружилась причина. Колебания конструкции вертолёта передавались на систему управления. С таким явлением авиационные конструкции столкнулись впервые. Но решили проблему, сделав систему управления более жёсткими и поставив дополнительные кили на стабилизатор. Вертолёт окончательно принял знакомый всем вид. Несмотря на неудачу в первом полёте, дальнейшая программа испытаний Ми-12 развивалась более чем удачно. И уже через два года, в 1969-м, он был готов к установлению абсолютного мирового рекорда грузоподъёмности для вертолётов. И этот рекорд состоялся. В-12 поднял на высоту 2,250 км 40,200 кг груза. То есть 40 с лишним тонн. Этот рекорд не превзойдён до сих пор. Вот чтобы понять, что это такое, что это за гигантская цифра, простой пример. Наш Ниссан Мурана весит 1 тонну 825 кг. Это очень достойный результат для такой, в общем-то, внушительной по размерам машины. И это сулит владельцу разумный расход топлива. Но таких автомобилей для того, чтобы набрать те самые 40 тонн 200 кг, нужно 22 штуки. Вот представьте себе, 22 автомобиля. И что самое интересное, все они легко бы поместились в огромный грузовой отсек Ми-12. В 71-м Ми-12 покорил Европу, получив главный трофей парижского аэрокосмического шоу в Лебурже. Приз Игоря Сикорского. Интересно, что власти ФРГ не дали разрешения напролёт советской экспериментальной машиной над своей территорией. Пришлось идти над Балтикой, Северным морем, через Голландию и Бельгию. К сожалению, создатель 12-го, Михаил Леонтьевич Миль, не смог стать свидетелем международного триумфа своего самого грандиозного детища. Великий авиаконструктор скончался за год до этого. Он так и не поправился, тяжело заболев после неудачи первого испытательного полёта В-12. Ему был всего 61. По Ми-12 можно гулять, как по океанскому лайнеру. Одна кабина экипажа чего стоит? Двухэтажная. На первом размещались командир корабля, второй пилот, бортинженер и бортмеханик. Причём, обратите внимание, что регулировки кресел экипажа имели гидравлические приводы. Вот такие излишества встречались тогда в обычной жизни разве что на суперлимузинах, которыми пользовались очень сильные миры сего и настоящие рок-звёзды. Вроде Джона Ленна, который ездил на Мерседесе С-600 Пульман. Помимо Роллс-Ройса. Но здесь это имело абсолютно практический смысл. Борьба с вибрациями. Хотя объективно вибрации на Ми-12 были куда ниже, чем на многих других винтокрылых машинах. Перейдём на второй этаж. Здесь рабочие места штурмана и борт радиста. Сохранился даже ключ, которым можно было отбивать азбуку Морзе. Интересно, что если бы В-12 был спроектирован за 20 лет до того, как это произошло в реальной жизни, число членов экипажа было бы неизменным. Эту работу выполняли бы те же 6 человек. А вот если бы В-12 взлетел на 20 лет позже и тогда бы проектировался, то вот всю эту работу уже бы выполнили всего лишь трое вместо шести. Всё остальное было бы возложено уже на электронику и автоматику. Да и сервоприводами сегодня уже никого не удивишь. У нашего Ниссан Мурана, например, у водительского сидения их целых 5. Когда в 1971 году на авиасалоне в Лебурже сюда, внутрь этого гиганта, заглянул один французский журналист, он был настолько поражён размерами русского вертолёта, что назвал его весьма романтично, летающим готическим собором. Знал бы француз, чем вызваны эти циклопические размеры, боюсь, он бы принял в своей речи совсем другую риторику. Ведь В-12 создавался как элемент системы мобильного базирования стратегических ядерных ракет Советского Союза. Диаметр фюзеляжа, изначально предполагавший 3 метра 70 сантиметров по настоянию военных, был увеличен до 4 метров, чтобы сюда как раз помещались секции баллистических ракет. В-12 работал в паре с самолётом Ан-22 «Антей». «Антей» перевозил ракеты на большие расстояния до ближайших к точке базирования аэродромов, а дальше уже короткое плечо обеспечивалось именно В-12. Именно поэтому появились слухи о том, что якобы центральная секция фюзеляжа В-12 в точности повторяет такую же на самолёте Ан-22 «Антей». Конечно, во время проектирования В-12 он рассматривался и как многоцелевой вертолёт. В полноразмерный макет будущего гиганта примеряли танки и прочую военную гражданскую технику. Отрабатывалась загрузка колёсных и гусеничных машин. Некогда секретная хроника сохранила для нас даже загрузку зенитных ракет в грузовой отсек В-12. А вот кадры, как баллистическая ракета заползает в огромный фюзеляж вертолёта, мы так и не нашли. Но ведь именно ради них, ради баллистических ракет, была выстроена сложная логистическая система, в которой В-12 был пусть важным, но элементом. Вот он, союз, который, увы, так и не состоялся. И союз, которому уже никогда не быть. А ведь красивая была бы идеальная пара. Самый большой в мире транспортный самолёт Ан-22 Антей и самый большой в мире вертолёт В-12. Увы, Антей уже потерял свой титул, уступив его другому произведению КБ Антонова самолёту «Мрия». А вот В-12 сохранил. И даже близкой по размерам и грузоподъёмности машины до сих пор не существует даже в проектах. И всё же разговоры о том, что В-12 и Антей сделаны из одних и тех же элементов, оставим дилетантам. Ведь это совершенно разные по типу машины и совершенно разные условия их полёта и эксплуатации. Ведь невозможно же унифицировать, скажем, автобус и железнодорожный вагон, несмотря на некую внешнюю схожесть. Не нужно вооружаться рулеткой или другими измерительными приборами, чтобы убедиться в том, что колоссальный фюзеляж Ан-22 Антей и шире, и длиннее, чем фюзеляж вертолёта В-12. Но мы говорим об этом вовсе не для того, чтобы развенчать нелепые слухи и домыслы, хотя это тоже нужно. Дело в том, что создание своего собственного фюзеляжа для вертолёта Ми-12 привело к рождению особой школы, особого навыка, особой теории строительства фюзеляжей для сверхтяжёлых вертолётов. И эти наработки очень пригодились потом для создания следующих моделей конструкторского бюро Миля. Впрочем, для В-12, при всей его уникальности, где это было возможно, пытались использовать уже наработанные решения. Благо, к началу создания В-12, проба пера в строительстве тяжёлых вертолётов состоялась. К этому времени, с 1959 года, уже шло серийное производство первого сверхтяжёлого вертолёта Ми-6. Это был не только первый гигант в отечественном вертолётостроении. На тот момент это был самый большой вертолёт в мире. Конечно, он был сделан по классической, а не по поперечной схеме. Но вместе с тем уже был первый опыт эксплуатации таких больших винтокрылых машин. Кроме того, был первый опыт налёта на тяжёлых вертолётах. Ну и самое главное, именно Ми-6 поделился с В-12 лопастями и двигателями, которые доказали свою жизнеспособность. И если двигатели Д-25 мощностью почти в 6,5 тысяч лошадиных сил вполне удовлетворяли создателей колосса, то вот лопастям пытались найти альтернативу. Вот и лопасти цельнометаллические, которые работали не только на Ми-6, но и на вертолёте Ми-10. И серийно выпускались с 1959 по 1962 годы. Но очень важно, что параллельно рассматривалась и иная конструкция лопастей. И испытывалась. Речь шла о композитных элементах, которые сочетали в себе стальные лонжероны. Сотовый наполнитель из фольги и стеклопластиковые элементы. На В-12 они своё применение не нашли, но эти работы, как и многие другие эксперименты, связанные с В-12, не пропали даром. Интересно, что когда в 1968 году В-12 впервые поднялся в воздух, его судьба уже была практически предрешена. А когда в 1970-м прошли успешно, прошли госиспытания, и в 1971-м ему рукоплескал бурже, всё уже давно было ясно. На проекте стоял крест. Прогресс шёл вперёд, и баллистические ракеты стратегического назначения стали меньше и легче. Необходимость в таких гигантских комплексах мобильного базирования просто отпала. А загрузить колоссальный транспортный отсек было просто нечем, чтобы обеспечивать хоть какую-то разумную экономику перевозок. К тому же на подходе уже был проект другого сверхтяжёлого вертолёта Ми-26. Он был меньше, легче, не мог поднимать такие колоссальные грузы, но экономичность перевозок в сочетании с его габаритами была несоизмеримо более высокой. В эфире «Техногеника». Мы продолжаем наш рассказ о самых больших вертолётах в мире. Итак, проект В-12 увы, оказался невостребованным. Но работы над самой большой в мире винтокрылой машиной стали не только важной вехой для Кабы-Миля, не только поработали на имидж страны на международных площадках, они действительно вывели нашу вертолётную отрасль на совершенно новый уровень. Подняли на следующую ступеньку десятки смежников, институтов, заводов, лабораторий. Во многом благодаря В-12 относительно быстро в воздух поднялся и Ми-26, приняв эстафету самого большого вертолёта на планете. Его длина почти 34 метра, высота более 8, максимальная скорость 295 километров в час, максимальная взлётная масса 56 тонн, а мощность двух двигателей 22 800 лошадиных сил. На первых модификациях Ми-26 экипаж составлял 6 человек. Практический потолок 4 600 метров, практическая дальность 490 километров. Грузоподъёмность в штатном режиме 20 тонн, рекордная 25. Серийное производство 26-го началось в 1984 году на заводе в Ростове, в том самом, где уже собирали все самые большие вертолёты в мире. Ми-6, Ми-10, и где всё уже было готово к серийной сборке Ми-12. Огромный цех, построенный под размеры 12-го, сегодня используется для сборки Ми-26. Так что и здесь не обошлось без преемственности. Ми-26 на 3 метра 30 сантиметров короче Ми-12. И на метр 30 уже. Но таковы габариты самого большого на сегодняшний день вертолёта в мире. Но вы знаете, и эти параметры, цикламические параметры, впечатляют. А если убрать отсюда технологические стремянки, которыми пользуются сборщики, то они бы впечатляли ещё сильнее. Несмотря на уникальные размеры, сборка одного такого гиганта занимает 7-8 месяцев. И в первую очередь это плод отточенной, отработанной технологии, в том числе и создания фюзеляжа. Но технология сборки фюзеляжей для сверхтяжёлых вертолётов родилась не вместе с разработкой Ми-26, а много раньше. Это часть того бесценного наследия, что оставил после себя Ми-12. При разработке и производстве вертолёта Ми-12 он в полной мере был использован при разработке последующей вертолёта Ми-26. это вот и технологии разработки и изготовления огромного фюзеляжа прежде всего. Потому что там усталостные, прочностные характеристики фюзеляжа, они становятся актуальными для такой размерности и могут быть реализованы только вот путём применения соответствующих технологий разработки и производства. Вот они как раз были применены. Потом технологии по испытанию вертолётов большой размерности, в частности фюзеляжа. То же самое относится к несущим винтам. Потому что несущий винт на вертолёте Ми-26, ну, у него размерность, скажем так, очень близкая к тому, что было на вертолёте В-12. Ну, и целый ряд других обстоятельств, более тонких, там, связанных, например, с автоколебаниями различного вида и, так сказать, с участием системы управления, ну, и так далее, и так далее. Вот эти все подходы, все эти наработки, этот опыт был реализован как раз при разработке и создании ветолёта Ми-26. С 26-м пришло время тех самых композитных лопастей, эксперименты с которыми шли во время работ над Ми-12. Стальной трубчатый лонжерон и композиционный каркас из коммунизированных материалов и хрустовые отсеки, которые приклеивались. Было опробовано на В-12 и в дальнейшем легло в основу и лопастей Ми-26, но уже в другой, значит, аэродинамической компоновке. То есть, конструктивно они были похожи, а по аэродинамике, по профилям они были уже совершенно другие, уже были новые профиля, поэтому новая аэродинамика. Как мы уже говорили, гигант В-12 унаследовал двигатели и лопасти от Ми-6 и Ми-10. Это были огромные, самые длинные лопасти в мире на тот момент длиной 17,5 метров. Лопасти Ми-26 тоже впечатляют своей длиной, но они на 3 метра короче, 14,5. И конструкция их и похожа, и не похожа. У гигантов 50-х, 60-х лонжерон на протяжении всей длины имел неизменно круглое сечение, а на Ми-26 он переходит в сложную каплеобразную форму. Очень изящное и во многом не имеющее аналогов решение. Впрочем, как и само оборудование для полировки таких длинных лопастей, оно уникально в мировых масштабах. Итак, при работах над Ми-26 конструкторы пошли путем уже доказавшим свою эффективность строить абсолютно новаторскую машину максимально используя проверенные на успешных проектах решения. Поскольку положительный опыт поперечной схемы был очевиден, резонно предположить, что его можно было перенести и на Ми-26. Но новый вертолет все-таки был меньше. Да и технологии шагнули вперед. Конструкция машины стала легче, можно было уже не так гнаться за мощностью. Работы проводились параллельно по выбору схем. И были трем командам предложены поработать три варианта схем. И наиболее оптимальные с точки зрения реализуемости опыта создания надежности выбрана была схема классическая с несущим ментом и с рулевым ментом. Собственно, эти работы были завершены уже к декабрю 71-го, когда авантпроект, ну, говоря проще, эскиз, был одобрен научно-техническим советом Министерства авиационной промышленности. Кстати, на этот совет наброски будущего гиганта, до этого носившего обозначение изделия 90-го, уже были представлены под названием Ми-26. Постройка макета началась в 71-м, а уже в 77-м всего через 5 лет 26-й впервые поднялся в воздух. 26-й вышел машину уникальной, и не только относительно других вертолетов, но и всех летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он может поднять почти столько же, сколько весит сам. Это выдающийся показатель. Еще до того, как началось серийное производство, на нем было установлено почти 20 мировых рекордов. С начала 4-го февраля 82-го экипаж летчик-испытателя Алферова поднял 25 тонн на высоту километра. Но самые нашумевшие рекорды принадлежат женскому экипажу и ныкопец. Машина, конечно, замечательная. И первое время, когда я на ней взлетела, я действительно в ней столько мощи, да? Вот не садится машина. Ну, потом, знаете, как опыт вроде подсказал, чуть-чуть ослабишь в утро, и он прям на переднее колесо, и все, и тут прижимаю, и все, и ничего, все, все обычно. Ну, и говорю, вы мне что, разрешите нам 25 тонн поднять? Ну, один раз, говорю, один раз, подниму, я машину чувствую, хотите, хоть на лысину посажу? Мы сделали и 20 тонн, и 25. Вот мне потом рассказывали, что, говорит, на выставке в Лондоне, когда поставили эту машину, все бежали смотреть эту машину, триумф нашего вертолетного дела. Вот, все бежали и спрашивают, ну, а как она в управлении? И когда, говорили, а у нас женщина, на ней сделали 9 мировых рекордов, и вопросы отпадали. Кстати, впервые Ми-26 был продемонстрирован миру на авиасалоне во французском Лебурже годом ранее, в 81-м. Впечатление, которое он произвел на Западе, очень хорошо передает его натовское прозвище. Традиционно специалисты Североатлантического блока дают нашим самолетам и вертолетам весьма говорящие псевдонимы. Так, работягу Ми-6 прозвали The Hook, то есть Крюк, гигант Ми-12 типически нарекли Гомером, а вот Ми-26 получил величественное, почти божественное имя Алло, Гало, Орел, Сияние. Он и правда стал самым великим вертолетом и остается им до сих пор. В его активе ряд уникальных работ, вошедших в историю авиации. Так, в 2002-м Ми-26 по просьбе американских военных эвакуировал тяжелый американский вертолет Чинук, сбитый в Афганистане. У американцев техники такой грузоподъемности не оказалось. В 2009-м из Пулково на базу МЧС 26-й перетащил фюзеляж самолета Ту-134 для проведения тренировок по спасательным операциям. Никто никогда ничего подобного не делал, но получилось. А еще Ми-26 потушил десятки крупных пожаров в Европе и Азии. И без него вряд ли бы удалось относительно быстро локализовать и приступить к ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. 26-му обязаны жизнями сотни тысяч китайцев. Ведь именно благодаря этому вертолету удалось предотвратить грандиозную природную катастрофу. там были ливни, несколько недель шли, в горах там, значит, вот эти озера переполнились и наступала, наступила угроза прорыва вот этих плотин. Там такое ущелье, вот, после чего бы просто целый ряд населенных пунктов, деревни, города, они были просто сметены бы в одночасье. И только благодаря тому, что вертолет Ми-26 туда смог доставить тяжелую технику, причем там время уже шло на часы даже, они на дни, и вот удалось эту экотологическую катастрофу, будем так говорить, предотвратить. Существует более 15 модификаций Ми-26, каждая из которых отвечает за решение конкретной задачи. Летчик-испытатель Роствертола, герой России Виталий Пагалко знаком с каждой из них, но постоянно вспоминает свое первое знакомство с этим вертолетом. Его ощущения очень похожи на те, что передавал нам каждый, кому посчастливилось пилотировать эту бутылку. потрясающую машину. Первое впечатление это и его размеры. Я когда подошел близко к этому вертолету, то, конечно, эффект очень яркий. Если смотришь издалека, ну, так не впечатляет. Когда подходишь к вертолету близко, на 20 метров, заходишь внутрь и смотришь на объем, грузовой кабины, заходишь в пилотскую кабину, то понимаешь, что это корабль. Это впечатляет. Ну, а с точки зрения запаса мощности и его возможностей, конечно, это проявилось уже позже, когда я начал на нем летать. Есть такая фраза, что на пустом вертолете с малым остатком топлива он не хочет снижаться. Я могу подтвердить ее полностью, потому что на классических оборотах 91%. Если вовремя не снизился и совместить это снижение с гашением скорости, он не снижается. У него винт работает, как крыло. Он летит в горизонтальном полете. В 1985 году началось производство гражданской версии Ми-26 модификации Т. Сегодня она получила свое развитие и называется уже Т-2. Машина с большой кабиной и новой авионикой, а экипаж сократился вдвое. Его можно модернизировать постоянно. И он далеко не исчерпал еще все свои возможности, хотя вот эта вот Ми-26 Т-2, вот эта модернизация глубочайшая, она очень серьезно коснулась изменений. Ведь внешне это идти посмотреть, что вертолет 80-х, что вертолет 2016-го года. Одно и то же, внешне, но внутренняя начинка. Вы, извините меня, экипаж сократили практически. Два пилота могут выполнять задание при острой необходимости. Вот, конечно, для вертолета, может быть, это не совсем всегда удобно, но такая возможность есть. Вот, кабина абсолютно получила полностью изменения в плане приборов. Стеклянная кабина. Вместо обычных аналоговых приборов остались только дублирующие приборы. Основные запитаны все на пять многофункциональных индикаторов. Вот, навигация. Серьезнейшая навигация, спутниковая. То есть, системы захода на посадку автоматически. Автоматические режимы весенние. Вот, полностью в автомате все вертолет делает. То, чего не было на Ми-26, вот, случилось здесь, на Ми-26 Т2. И я считаю, что находка 80-х годов по конструкции фюзеляжа и всех основных агрегатов, силовых агрегатов трансмиссии, вот, несущей системы, лопастей, вот, она уникальна. А такие вещи, они работают очень долго. И правда, внутри современного Т2 нет ощущения, что эта машина рождена 40 лет назад. Удивительно, но в полете этого гиганта чувствуется какая-то необычайная легкость. Чувствуется огромный запас по мощности двух десятитысячных двигателей. Это то, о чем говорила Инна Андреевна Кобин. Странно, ведь это настоящий гигант. Вот здесь может поместиться полноценная четырехкомнатная квартира в какой-нибудь типовой многоэтажке. А еще здесь на борту Ми-26 вспоминаются слова Василия Калашенко, одного из тех летчиков-воспытателей, что учили летать Ми-12. Вот его впечатление от первого полета. Я плыл на нем, словно на корабле по воздуху. И вот это ощущение того, что ты не летишь, а плывешь, возникает и здесь, на борту 26-го. Поверьте, добиться минимальных вибраций на классической схеме вертолета гораздо тяжелее, чем на вертолете поперечной схемы. Но здесь эти вибрации действительно сведены к минимуму. И в этом, наверное, то, что называется современным языком ДНК-продукта. великое наследие, которое никуда не пропало, а лишь приумножается. К 26-му сегодня, по сути, только пришло второе дыхание. Впрочем, долгая жизнь удачных конструкций это нормальная практика в мировой авиации. Тот же американский СИЭЙЧ-47 Чинук, разработанный еще в конце 50-х годов, до сих пор стоит на вооружении не только армии США, но еще 30-ти армий мира. Да и советский Ми-6 еще мог бы летать, если бы в 90-х годах не было прекращено производство некоторых комплектующих. А рецепты авиационного долголетия известны. Учитывая, что уникальный вертолет и, в принципе, недешевое в изготовлении, для эксплуатантов он сложный, поэтому наращивание однозначенных ресурсов это один из путей, по которым идет вся и мировая авиация. Второй путь это наращивание в применении новых современных платежных комплексов и нового инновационного оборудования, применение цифровых технологий, спутниковой навигации. Вот по этому пути и модернизация идет и по Ми-26, то есть здесь открыта дорога. Ми-26 он какое-то время еще послужит. Это первое. Потом, значит, второе, это разработка вертолета в подобном классе. Она чрезвычайно дорогостоящая и, ну, в общем, сложная научно-техническая задача. Вот поэтому прежде чем на нее решиться, на воспроизведение, ну, наверное, на новом уровне этого вертолета, ну, должны быть приняты какие-то решения. Россия должна иметь много вертолетов Ми-26. Это я знаю сто процентов. Почему? Потому что необъятная страна, огромные просторы, где не освоено еще человеком в плане постройки железных дорог, в плане автомобильных дорог. То есть ситуация такова, что вертолет, ну, крайне необходим. в районах крайнего севера, вот, на Дальнем Востоке. Леса, тайга, какая разница? Ему достаточно площадки 50 на 80 метров и все для того, чтобы он прилетел и, извините меня, 20 тонн груза, вот, можно привезти на эту площадку. Нынешний гигант построен по классической схеме. А что будет с наработками по многовинтовым вертолетам? По поперечной схеме? Есть ли у нее будущее? Ведь она полностью оправдала себя на самом большом в мире вертолете. Если говорить о концептуальных проработках, то такие работы делаются. Даже делались у нас там по линии скоростного вертолета, просматривались среди прочих поперечная схема. Если говорить о серийном использовании этой схемы, то, пожалуй, в мире таких вертолетов я вот так на скидку не могу даже вспомнить. То есть, их практически нет. Хотя, эта задача была успешно решена на вертолете МИ-12. И он предполагался для производства большой серии. И никаких предпосылок отрицательных к этому не было. То есть, она была реализована со всеми своими преимуществами и могла эксплуатироваться на практике очень успешно. Но если поперечная схема возможна и вернется в небо, то колоссы, такие как В-12, пока останутся в истории. Два построенных вертолета, как памятники своим создателям и своей эпохе. На сегодняшний момент вертолет Ми-26 в значительной степени закрывает все потребности, которые есть сейчас, на настоящий момент. Ну вот, собственно, поэтому этим как раз и обусловлено то, что вертолеты в большей размерности они не производятся. Но история техники учит нас не только не использовать превосходную степень, но и никогда не говорить никогда. Ведь очередной виток в развитии человеческой цивилизации обязательно наступит. А значит, возникнут новые задачи и потребуются новые инструменты для их решения. Наследники Ми-12 обязательно поднимут в небо и 50, и 70 тонн. Просто их время еще не пришло. А как они будут выглядеть, как называться, мы уже можем догадываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok